всем привет нашим любимым зрителям по многочисленным просьбам под роликом который был уже не знаю когда очень давно но мы вспомнили что там нас просили чтоб настя приготовила роллы суши чтоб она показала как она это делает именно подробно детально чтоб каждый мог для себя понять как их нужно готовить кому нравятся роллы насти как она их готовит многим понравится как настя готовит именно вот суши мы читали очень много положительных комментариев так что настя решила вам все-таки показать по вашим просьбам и сейчас она будет вам все рассказывать и показывать на ребята как вы можете видеть здравствуйте всем еще раз вы можете видеть перцевой сейчас они снимают мы показываем это ингредиенты которые идут на суши в принципе все нам здесь ничего не надо только не хватает коврика для суши коврик я буду заменять листьями бумагой 1 и буду заворачивать их пленку кого нет также советую просто находите листья а4 но раз заматываете в пленку и получается тоже самый коврик ну конечно лучше купить новый коврик поэтому покупайте коврик если вы готовите суши он рейтин ингредиенты видите рыбка у нас красная вот такая нам понадобится 600 грамм креветочки на 100 грамм авокадо огурчик 2 сырочка 2 упаковки этих нори здесь каждой упаковке по 5 штук в общем 10 штук у нас получается 0 и вот такая новая пачка риса и мы будем сейчас именно приступать к рису также уксус для риса обязательно покупайте но есть если вы не хоть не будете покупать то вы можете мне в комментарии написать как его приготовить и я вам отвечу в личку как и стоит приготовить с обычного уксуса если вы будете готовить суши и авокадо огурец и сырок обычный голландский вот мы уже купили такой уже все потерпит это для запеченных суши рис мы тоже взяли обычные нет разницы вообще никакой так же как и с заправкой для уксуса я говорю обязательно покупайте то что не то сказал все ребята сейчас быстренько мы покажем что зачем идет я начинаю сначала смотрите сначала поставлю рис готовить сразу килограмм буду сейчас закидывать кастрюлю сейчас они покажут все и буду рассказывать рис пересыпали в кастрюльку уже весь килограмм рисом нас ушло для суши дальше я набрала вот водички главное чтоб рис весь был покрыт водой и чуть больше вот середины думаю вам видно заметно где риса где вода все включаем на быстрый ой на быстрый и на большой огонь накрываем сейчас крышечкой они сейчас подаст мне крышечку и оставляем пока рис закипит как только он закипит мы моментально ставим на 15 минут на средний огонь все включится что будет дальше все девочки рис у меня готов вот посмотрите полностью прошло значит 15 минут все быстренько теперь мы дула не должны берем полотенечко какое-то вот такое накрываем сверху крышечки прижимаем вот так и сейчас полотенце себя должно еще минут 15 рис должен постоять и в полотенце забрать всю влагу чтобы полотенце было таким влажным чтобы вода ушла и когда уже пройдет вот ровно 15 минут он отойдет и мы будем продолжать пока что пускай рис отдыхает так ребята все как вы можете видеть и рис готов постоял 15 минут вот смотрите вода стекает это уже хорошо смотрите вот все вода уже ой полотенечко мокренькая да все я чувствую прямо шпар конкретный да вот все значит что плоденечко мы убираем теперь мы будем брать нашу заправку для суш почему телефон не наводит не понимаю почему не наводится ну короче вы поняли заправка обычная для суш и сейчас мы будем добавлять к нашему рису и перемешивать этот весь рис все ребята вот наш рис готов теперь мы поливаем его нашей заправочкой вот я беру ложечку и теперь буду перемешивать рис готовы полностью все как только перемешают я включусь итак ребята все у нас все готово смотрите я подготовила рыбку нарезала вот такими ломтиками чтобы он было видно вот это нам понадобится для начинки в суше огурец авокадо авокадо как вы можете видеть у меня мало потому что авокадо оказалось все таки зеленым взяли моего по скидке на это если не ошибаюсь но ничего страшного как-то что-то придумаем а это вырезки там остались такие по краям уже хвост это был поэтому это пойдет для запеченных суш также нам еще потребуется те же сами что ветки я говорила сейчас сыр нам разный ну как раз упаковки только разные вот сыр и рис рис я уже все подготовила по стоял у меня 15 минут как я вам говорила я накрыла его значит полотенечком все он под стоял 15 минут потом я досталась с плиты и что я набрала вот воды нам нужно ручки смачивать и рис я перемешала как вы могли видеть заправкой специально для суш сейчас мы берем коверчик берем коверчик и ковер нужно пищевую пленку замотать и будем ставить наши нори берем по одной штучке нори у меня вот такие но я значит я купила будем доставать сейчас вот но я достала и будем этой стороны стороной выкладывать наш лист и туда будем класть и рис и начинку даже посмотрим как это будет все ребята вот как я говорила ставим мы этой стороной лист не это не глянцевый а вот этой я думаю вам видно здесь теперь я взяла вот смотрите 100 грамм рис смотрите не прилипает ничего значить я идеально приготовлен рис это значит берем станем этой стороной теперь берем наш рис и распределяем по сторонам не забываем при этом еще смачивать ручки водичку я беру да вот так сейчас ручки смачиваю можно конечно как я говорила всегда брать покупать перчатки одноразовые и тогда удобнее рис не будет прилипать к рукам будете прям как будете прям как шеф-повар там где не хватает риса может быть я добавляю конечно по бокам вот так чтоб стенки были ровненькие также можете если вы прям идеально хотите сделать что все было ровненько гладко можете подровнять рис вот все ручками разровняли наш рис готов вот смотрите не больше не нужно много риса нам хватит достаточно до середины вот еще можно было чуть-чуть но смотрите на свою стреляю всегда делаю дальше у меня нет ложечки можете брать ложечку или специальную форму для сыра для наполнения сыром сыром я нет я не из-за того потому что я привыкла для суш делать именно сыр руками типа я беру все я его разровняла по крайней мере специальный вот этот как он на кондитерский кондитерский мешочек все сыр у меня здесь теперь я беру ребятки вот так рыбку то что я нарезала вот я беру такими дольками выкладываю нашу рыбку так вот вот так не думаю вот где-то не хватает давайте мы сделаем побольше для вас что все теперь ну конечно можете меньше это я такая богатая мадам сегодня и теперь я накладываю огурчики как вы могли видеть и огурчики порезала именно без внутренности потому что чтобы огурцы не потекли поэтому я беру вот достаточно будет мне огурчиков ладно еще можно так половинку добавить все смотрите начинка у нас готова теперь я беру ручки смакиваем водичку вот так теперь концы чтобы закручивались я делаю вот так теперь поставим ровненько я же говорю у меня нет коврика я его не нашла в германии надо сходить съездить центре может амином родился на нем не было стрих-кода и нам отказались его продавать теперь я беру заворачиваю но ничего я слышала много кто делает как и я я беру и заворачиваю а вы все то же самое с ковриком будете делать и так постепенно заворачиваем я даже знаете бывает что руками делаю даже без ноль без этого господи скажи мне без коврика что руки главное руками все ловко сделать правильно вот такая колбаска получается у нас не забываем вот сыра много поставила чуть меньше сыра даже рыбы много поставила не сыра все сейчас я закручиваю до конца я беру вот так туда решу по сторонам попки все равно они все и вот такой у нас ролл получается хотите форму можете делать форму просто прикладывая не ну кому может интересно типа я делаю круглая ну я что же поэтому все у нас готов вот ничего что там сыр ничего страшного и так один за одним мы продолжаем делать ребята теперь я делаю такой же рулон чисто я делаю ролл только с креветками попробовали что не нам горчат не знаю всегда я не знаю почему сюда вот так теперь смотрите плохо плотно не было я отсюда туда рис прям распределяю распределяю нас от рыбу пробовал рыбу не я не пробовала но по запаху хорошая хорошая свежая рыбка выглядит красиво выглядит хорошо на том сыром не запачкали все не открыла уже новый сыр смотрите ребята вот ролл готов я открыла новый сыр сейчас поправляю я беру до букву вот этот советую вам сыр я беру кто-то может ложечка мне нравится больше так я беру сыр вот так пальчиками и его разравниваем главное чтобы руки были чистые да дальше самое главное не забывайте теперь берем креветки очень легко и просто я выкладываю так креветочки вот так думаю здесь вот так все поместились пять штучек будет достаточно вот еще идет авокадо но я ребята вы выставляете вас здесь авокадо две-три штучки можно мельче нарезать вообще чтобы удобно было и выкладывайте сверху авокадо но у меня авокадо очень зелено как говорила начале видео поэтому я буду его использовать для запеченных поэтому у меня будет обычный ролл без авокадо конечно жаль но ничего страшного тоже креветки сыром и даже очень важно да потому что это очень вкусно реально все вот видите я даже руками даже руками я ничего не боюсь потому что я знаю шарик рис хороший причем обычный рис нет специальный до бывало брали даже для суши а рис почему-то не получалось да это правда все смотрите теперь я буду так я его разравниваю по сторонам что приз и теперь беру вставлен серединку закручиваем вот так туда по бокам смотрите хоп ролл готов выставляем и так следующий ролл у нас побольше роллы потому что я побольше рыбы ставила этот с креветкой поэтому поменьше и я думаю вы поняли суть процесса поэтому советую делать именно так все ребята вот теперь я делаю филадельфии не смотрите то что этот сыр я просто руками это все делаю меня руки были воде поэтому сыр так ближе к делу как надо делать филадельфию разделить ноли да да скажи вот такую половину да смотрите у меня рис убегает но это нормально это везде так у всех именно когда делаешь филадельфию тут по сторонам ну я ее буду заворачивать по любому поэтому ничего страшно на разделила лист норе вот смотрите одну маленькую часть вот был целый лист теперь я разделила большей части я оставила на филадельфию а часть меньше оставила для запеченных рис другой стороны сделала оставила где-то два сантиметра с краю вот а с этой стороны мы переворачиваем этот рис с рисом и выкладываем сюда сыр теперь что мы делаем у меня остался огурчик я его добавляю вообще на добавляю вот так кусочки остались ночью что просили я по кассу и говорю так как она и все много разговариваешь говорили все заворачиваю теперь я вот так лист сначала вот так вот смотрите у меня был сыр здесь ничего страшного из-за сыра нужно что вы зато часа думаю слепится все теперь со стильного прям сильно прижимаю сейчас я рыбку достаю я кстати рыбку отделила часть которая сверху и морозилочку поставила ничего страшного так вот кстати перед сыром я даже видела что некие блогеры выставляли что они даже сыром серьезно покрывают да да я не знаю почему вот зараза смотрите предъявлительно до морозилку так смотрите ничего страшного сейчас слепим этим ослепила из того что все у меня готова ничего страшного это домашний суши у нас пекельная кухня ого ничего себе кусок рыбы что заморозится смотрите чтоб не я переморозила но ничего страшного теперь дайте меня будет полностью теперь беру ставлю на средину лучших ресторанов из того что у меня рыба сейчас под заморозилась было чуть-чуть и верю на дольше но ничего страшного вот все видите там видим надо руки смачивать ничего попки отрежутся и будет сушить одно самое главное что вы поняли принцип как 23 уже сколько да уж сколько навручено сейчас не за тебя показывать какие же они сейчас этот я доделаю вот все сыр конечно это сыр ничего страшного будет вкуснее сюда поближе поближе и я делаю форму если вы хотите квадратную филадельты вот так вниз а потом вот так вот видите квадрат получается такой с одной стране ну я думаю понятно более-менее потом это все отреживается у меня да я немножко отрезается потом отделяем будем нарезать покажет да все покажем так что как-то ребята так все смотрите ничего не разлазится все идеально это у нас кстати большой ролл для запеченных и сейчас еще половинку доделаю вот так же как с этой филадельфии сделаю для тоже для запеченных все включится так это попки попки мы всегда используем для запеченных роллов если вы там сидите в заведении либо заказывайте доставку роллов и выбрасывается попки всегда выбрасываются ну либо съедаются там кем-то но не привозятся они там с доставкой либо не подаются в ресторане в заведении в кафе и обрезают и потом ровненько подойдут у нас домашние роллы как вы можете вообще есть такие доставки которые и могут и попки привезти но это не комильфо вообще а теперь ребята это я подготовила для запеченных значит что мы делаем хочу себе оставить таких вот три штучки потому что я очень люблю вот такие вот простые без ничего просто рыба просто но не просто рис все у нас в харькове очень-очень вкусные роллы были так у нас много роллов поэтому сыра вот думаю достаточно здесь грамм 70 мода теперь берем майонез так сейчас это все так и теперь чесночок добавили два зубчика и перемешиваем это все наверное еще майонезе все ребята смотрите все я перемешала у нас начинка шапочка берем теперь ложечку вот так можно даже ручками чистыми вот наш ролл берем выкладываем делаем шапочку так хотите красиво пожалуйста делаем шапочку вот такую такие папки тут не совсем удачные но да но сама суть главное зависит шоу шапочка было вкусно на каждый ролл и дозу не будем отправлять духовку минутки сколько до десяти до 10 до 7 8 минут даже мне кажется будет достаточно если сильно разогретая плита на 180 градусов ставите на 7 10 минут смотрите сами и выключается и готовы и будете есть горячие шапки много текста действительно люди пишут правду так ребята все наши роллы готовы смотрите какие они вкусненькие здесь и рыбка и огурчик и с креветочкой дальше будет смотрите их разрезала уже так же вот еще у нас тут с креветкой а это у нас филадельфия а это у нас запеченный да я не все достала потому как запеченные на самом деле должны быть горячими поэтому я достала вам показать какие они получились это я наверно буду их подарю а сейчас что она поменялась как-то прохладно дует ветер холодная чувствую в комнате на кухню окно на проветривание но смотрите какие шикарные мне кажется получились в этот раз ровно напишите ребята как вам мой рецепт хотели бы вы приготовить такие роллы да и вообще как а так пока что на этом все ребята ставим лайк пишем комментарии и подписываемся кто еще не подписался нам приятного аппетита а вам приятного просмотра всем спасибо всем пока чурс